Мы инициативная группа пострадавших от юридической компании «Областная коллегия закон и порядок». Обманутые. Мы обратились все с одной проблемой, чтобы нам помогли юридические. В итоге нас обманули, мошенническими действиями взяли деньги и никакие услуги не оказывали. Обратились в эту компанию из-за того, что доверились, так как они находились рядом с областной прокуратурой, рядом с Волжской прокуратурой, рядом с МВД, Волжский район, следственным комитетом. Доверились им. И с названием хорошим было. Ну и хорошо обманули нас. Юридическая компания «Закон и порядок» до такой степени были наглые и шли на все. Обманывали пожилых, пенсионеров, молодых. Не жалели ничего. Юридически не защищены. То есть мы в данный момент юридически не защищены. Мы боимся куда-то обращаться дальше. Мы обращались в эту компанию «Закон и порядок» по жилищному вопросу. И нам назначили юриста Ксении Андреевны, как она представилась. На самом деле она оказалась Дарья Дмитриевна Кушнерёвой. И сейчас она продолжает также работать юристом. Я не знаю, под своим именем или под другим она работает. Но факт тот, что это уже мошенничество, что она назначалась другим именем. А где она сейчас работает? «Московская-85» вместе с Панфилом сказали, она принимает там. Они оба работали в законном порядке. У меня возникли проблемы с получением необходимых документов по страховому случаю. В перечне этих документов была справка из фонда обязательного медицинского страхования, в который мне отказали, и справка из МВД. Поэтому мне пришлось обратиться в юридическую консультацию, где сказали, что никаких проблем с получением этих документов не будет. Надо заплатить 25 тысяч, и мы все документы подготовим. Либо 50 тысяч, и тогда тебе вообще никуда ходить не надо, все проблемы будут решены. Два месяца никакие проблемы не решались, никакие документы мне представлены не были. Я написал заявление о прекращении договора. Это заявление потеряли. И на повторное заявление пришел ответ, что юридическая контора закон и порядок все свои обязанности выполнила в полном объеме. У меня муж инвалид второй группы. Так вот случилось, что он до этого времени пока еще считался здоровым человеком, брал в микрофинансовой структуре денег на ремонт автомобиля. Но спустя два месяца мы легли в больницу, и полтора года мы боролись за его жизнь. В результате нам ставят диагноз инвалид, делают пенсию. Пенсия вторая группа нерабочая. И этой пенсии, так как он брал деньги в микрофинансовом, они на нас подают, снимают с нас деньги с пенсии. Ну, допустим, если пенсия восемь, снимали где-то шесть-семь тысяч. Вот, представляете, у инвалида снимали практически всю пенсию. Обратились с этой, как говорится, бедой в закон и порядок, что нам пообещали сто процента вернуть эти деньги. Даже обещали компенсировать. Не то, что компенсировать, как это, моральный ущерб, да. Вам еще положен моральный ущерб. То есть это противозаконно, как они с вами поступили. Ну вот, остались ни с чем. В результате они нас манили на кредит, который я взяла, и сейчас я его плачу. Когда к ним обратились, они сказали, что у нашей услуги платные. Я говорю, ну, я понимаю, ну сколько? Они говорят, 30 тысяч. Я говорю, нет, у нас таких денег нет. Ну, вы же можете их взять в кредит? Я говорю, кредит я не потяну. Ну, она посмотрела так на нас. А, нет, он сначала нам сказал 40 тысяч. Потом сумма убавилась. Ну, давайте хотя бы на 25. Я говорю, ну, мы так с мужем пообщались. Говорит, ну, с пенсией будем отдавать. По две с половиной в месяц. На 10 месяцев. Взяли рассрочку. Не кредит, а рассрочку. И там же нам сразу же на месте оформили эту рассрочку. То есть там был представитель банка? Да, да. И она нам сразу же эту рассрочку оформила. А какой банк? Банк, хом, кредит. Был ремонт крыши в пятиэтажном доме в Карбулаке. Сняли крышу в 20-м году в мае. И был очень сильный ливень. Три дня. И вообще не переставало. Затопили всю квартиру. И проводку, и линолем. Там просто был водопад. Прям с пятого этажа лестницы не видно было. Текла вода. Но мне оценил, судебная экспертиза оценила это в 75 тысяч. И 20 тысяч ихнему адвокату я должна. И вот я не могу получить эти 75 тысяч. Хожу по инстанциям. И исполнительный лист гуляет то в областной. У исполнителей в областном, то в районном, в Кировском. Вот по этому поводу, чтобы положили арест на... Сделать как судом они мне объяснили. Что надо подавать в суд и положить арест на фонд капитального ремонта. Чтобы они вам выплатили. И эти деньги, которые я им оплатила, они сказали, что вернут меня в 100%. Потому что там за истечение срока, за моральный ущерб. То, что каждый день какие-то проценты. То, что они задерживают мои деньги. Сказали, что эти деньги вам вернутся. Я оплатила им. Ну вот видите результат. То есть данная компания, опросная коллеги законопорядок, брали за все дела. И неисполнимые дела. Обещали многого, но ничего не выполнили. Обманули. И забрали наши деньги. И все. Ну в данный момент закрылись, потому что дизерзали. Допустим, моя проблема не решается из года в год. То один адвокат не может ее решить, так как он в кавычках квалифицированный. А то другие юристы, вот такие вот лжеюристы называемые, да. Конечно, когда человек приходит, ему там поют сказку про то, как ему все быстро это решат. Насколько это все просто. Что вы там платите такую определенную сумму, что вам даже бегать никуда не надо. Конечно, есть у людей свои определенные заботы и хлопоты. Там семья работает дома и все остальное. Конечно, проще человеку вроде денег отдать, за него все сделают, а потом получается вот на выходе вот такая ситуация. И все. Поэтому хотелось бы, чтобы, конечно, такие организации всегда были у каких-то органов, скажем так, на карандаше. У нас получается, мы сейчас вот ищем, ну, по данному, на данный момент иголку в стоге сена. Мы создали группу коллективную и коллективные подали заявление во все инстанции. Это прокуратура, главное следственное дело и главное МВД, и также просто МВД. Мы получили ответ. Полиция работу ведет, но мы хотели бы ускорить, чтобы наше дело не замяли, наше дело, чтобы пошло дальше, чтобы людей посадили, чтобы деньги людям вернули. Мы хотели бы обратиться коллективно к Александру Бастрыкину и Игорю Краснову в этом нелегком вопросе, чтобы нас они поддержали, чтобы разобрались во всем, чтобы ни в коем случае не спускали вот таких вот моментов, таким уже юристам, чтобы люди чувствовали себя защищенными, чтобы они могли пойти за юридической помощью и знали, что им ее квалифтирно окажут. Поэтому огромная просьба разобраться во всем этом, держать на контроле эту ситуацию и довести это дело до конца. Спасибо.